Екатеринбург в эти дни стал центром не только инноваций, но и боев без правил. Накануне в Уральц прошел турнир по ММА. Репортаж нашего спортивного обозревателя Александра Кейселя. Это становится традицией. Не такой, как инопром, конечно, однако последовательность просматривается. В первый день выставки инноваций уже второй год подряд в Екатеринбурге проходят международные бои. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава региона Евгений Куйвышев, оценив цифровую промышленность в экспо-центре, отправились давать оценки кулачным боям в Ледовый дворец. К примеру последовали и шоумены. Тимур Батрудинов, Михаил Галустян и Алексей Чадов заняли места согласно приглашениям. Они ждали хедлайнера вечера Александра Емельяненко. Российский тяжеловес заявил о себе сразу. Его выход сопровождался композицией, перевод которой дословно «Я Александр». Емельяненко всем видом показывал, что это будет его шоу. Он даже задачу перед собой поставил на бой. Досрочная победа. В пользу россиянина послужной список, опыт и отличная физическая форма. Последние пять поединков он завершил нокаутами. На стороне его соперника, чеха Виктора Пешты, молодость и опыт выступления в сильнейшей бойцовской лиге UFC. Это было противостояние двух абсолютно разных бойцовских стилей. Ударник Емельяненко и борец Пешта. Однако чех в начале боя портеру предпочел стойку. Держал дистанцию и попадал с обеих рук. В выступлении Емельяненко напоминало не рок-н-ролл, а ритм-н-блюз. Особенно, когда начал вальсировать в клинче. Потом пара прямых от чешского тяжеловеса, двойной джеб. Весь свой арсенал ударов Пешта применил в первой же пятиминутке. Как ни странно, сильная сторона Пешты в итоге подвела его. Он перевел бой в портер, но слишком увлекся и сил потратил чрезмерно много. На стойку чеха просто не хватило. Комбинации ударов посыпались на него Емельяненко. Увидев, что соперника качнуло, хищником полетел добивать. И за минуту до окончания второго раунда арбитр остановил бой, присудив досрочную победу россиянину. Он молодец. Он выбрал и сделал всю именно правильную тактическую работу на бой. Но я все чувствовал, все контролировал, все видел. Просто я немножко неправильно подошел к бою. Ну, выхожу для того, чтобы победить, а не для того, чтобы подраться и уйти. Александр Емельяненко одерживает вторую победу в Екатеринбурге. А ведь у него контракт еще на два боя. Вопрос в сроках. Зрители, безусловно, будут ждать повторения этого рок-концерта на бис, чтобы вновь овации проводить российского тяжеловеса с арены. Александр Кесель, Сергей Чайков. События ОТВ.